Сегодняшний день это день благодарности солдатам, защищавшим нашу родину. Именно дата 3 декабря важна для каждого жителя России, так как она приурочена ко дню неизвестного солдата. 3 декабря особенная дата. Сегодня вспоминают подвиги героев, которые защищали страну в годы войны. Возлагать цветы к мемориалу стало ежегодной традицией. В многонациональной России нет такой семьи, где не помнили бы своего героя. Поэтому то, что мы сегодня собрались у могилы неизвестного солдата в Симферополе, это как раз таки то, что мы помним, то, что мы ценим. Этот день в календаре указан не случайно. 3 декабря 1966 года во знаменовании 29-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен у стены московского Кремля в Александровском саду. У каждого в семье кто-то погиб, кто-то умер от ран, кто-то погиб после войны. Поэтому я думаю, что каждый человек вспоминает этот день как самый святой для своей семьи. В годы Великой Отечественной войны погибли 7 миллионов жителей нашей страны. 4,5 миллиона из них пропали без вести. А с того момента, когда начались поиски погибших, из мест массовых захоронений были подняты почти 100 тысяч солдат. Однако только 2,5 тысячи погибших приобрели имена с помощью поисковиков. Для Виталия Ломенко сегодняшний день особенный. Уже на протяжении многих лет он приходит к Вечному огню, чтобы отдать честь солдатам, которые погибли, защищая Родину. Я член Союза Советских Офицеров. Для меня это очень важно, чтобы передать нашей молодежи то, что пережили и знаем мы, а не то, что им говорили до этого. Память о солдатах, которые не вернулись с фронтов, сегодня чтут по всей стране. Героев не забывают. Герои живут вечно. Мухаммед Зикряев и Виталий Голубев. Телеканал Миллят.